мои дорогие телезрители рад приветствовать вас в новом выпуске я себя обозначил капитаном этого пиратского судна шутка ну короче нам рассказали программу ребята я шоке и вы тоже будете так что два часа сейчас идем до острова там вылазим хайкаем потом еще один хайк потом купание это на сегодня сноркель сегодня он говорит погода не летная так что завтра все будет и с мантами вы поплаваете еще по хайкать жизнь удалась ребят мне нравится мороз стоит яблоко грызет на палубе я наслаждаюсь островами и лодками какие пейзажи спортсменка вот она водичка то как на майорке как на сардинии вы посмотрите цвет каков ой 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 какая пухточка здесь волшебная и тут тоже смотрите о лодки припаркировались и вон там вот на лазурном побережье смотрите прям реально как будто с дома не уезжал калифорнийский пейзаж вот marine county как у нас дома прям травка выжжена вся кустики вон домик небольшой маячок вы еще поставить сюда пальмы все как у нас все то же самое тут море спокойно и у нас океан не спокойно вот смотрите такая же лодка один в один как у нас вот тоже сзади маленькая лодка чтобы мы могли на берег выходить вот тоже каюта шезлон все дела вот она в тепелак комода смотрите множество островов какая водичка лазурная прям реально вот остров вон окон 2 3 4 10 это действительно хреново туча моё любимое число не тут серьезный агрегат смотрите завод вот такое вот против вот такого как у нас дорога капитан гид и это мощно вот это машинка я понимаю ахрена пенсии куплю такой уплыву в антарктиду царица смотри макш все какая капитан гид и вот пацан и вот двое еще отлично сейчас мы здесь припаркуемся у нас есть хайк туда вот в горы пойдем смотреть на дракона наша лодка которая была сзади привязана шла за нами припартировалась мы сели и уже на ней берегу настоящие мангровые заросли смотрите лес обалдеть короче побегал я сейчас по нашим кораблику посмотрел там еще наши еще две каюты оказывается каюты для персонала нас 6 человек местных или 5 точно не помню и мы двое и для гостей только одна каюта у нас которая так что наша лодка я смотрю она меньше чем все остальные потому что остальные там и по 3 по 4 и вот как здесь смотрите с одного корабля толпа приехала а мы с марусей себе взяли только для нас добро пожаловать на ринка остров так ну чё самый короткий путь здесь полчаса самый длинный полтора вот мы взяли самый большой вот нам дали гида надо платить отдельно сюда вход 400 тысяч человек так ну а вот смотрите вот 1 олень это горит еда баранчиков ну да это единственный вид ящериц который ядовито она что делает она хреб а потом сидит ждет верно пока бактерию которую в ее пасти находятся начнут действовать и потом как только ленчик уже будет не двигаться сбежится такое количество ящериц вон еще один снизу лень что просто где дракон я не вижу а вон воронище ползет а вон он какой красавчик вон видите вон он ползет обалдеть так вот и буквально буйвола вот такой видите вот рога это то что кого ран не доедает а так он все как проходил копыли то всякой хрень вот кроме вот черепа и рогов за минут 20 от огромного буйвола нихрена не остается представлять что они могут вытворить ну чё выбрали наш чувак пошел платить деньги как я уже говорю 400 человек за этот парк 400 тысяч почти по их местному курсу почти 40 долларов человек не дешевое удовольствие оказывается сегодня штуку завтра штуку послезавтра штуку три дня три тысячи нам-то 19 дней жить вообще-то все три тысячи отгуляем потом я неделю есть не буду буду экономить вот обезьянки что спросили живет эта скотина он говорит еще как жрет не бегу рогатульку смотри как поднял смотри марусь он тебя хочет съесть маленький обезьянчик маленький спрятался смотри за нее сразу а не он стал сюда хочет а вон еще вторая с маленькой ой тут прям семейка с маленькими много их маленькие обезьянки рассказывает что варанчики до трех метров могут вырастать вспомнилась в бангкоке парк мы там видели огромных варанов ну это не комодские там вообще про простой варан другая порода но сам факт что они выглядят также вот тех больших особей которые мы видели в бангкоке они такие же размеры как вот эти вот маленькие были но те хотя бы не давит и убегали а такой подойдет вкуснет и все и будет бегать за тобой пока ты не сляжешь где water buffalo oh yes i can see wow вот таких они едят настоящий водяной маленький буйвол вот маленький буйвол чик вот один большой бафала 2 вот 3 вот маленький так они защищать могут теленочка своего вот еще маленький теленочек марусь какие клевые самочка вот маленький какой клевый смотри рожек нету даже вообще а смотри какие ноги мощные да смотри какие ноги мощные о это не коровка тебе маленькие эти воронята они только в марте в апреле появятся и откладывает 53 15 до 30 яиц только выживает два-три варанчика если игры когда вылупая вылупляется у него там не мама не папа никого нет он сам по себе а они каннибалы и вот маленький его может больше сожрать даже может и отец сожрать как вариант бедные варанчики я грибы умею смотреть выискивать клубнички там всякие говорит под ноги смотри чтобы на варана не наступить он незаметный около 1500 варанов живет на этом острове нехило так последний случай был здесь в декабре прошлого года мужик пошел в туалет забыл закрыть дверь варанчик уснул на помощь никто не пришел на смерть возможно даже сожрал понятия не имею вот гид рассказывает про сожрать это я говорю я не знаю мы не стали спрашивать а он ничего не сказал но горит насмерть уснул тот умер и что его буду смотреть ну нафиг сказать спрашиваю какие туристы здесь больше всего обитают он говорит в основном это европа германия франция его русские угол русские тоже тут говорит был как-то я так и не понял почему сказал русские солдаты как они здесь были понятия не умею когда не принесли две бутылки и текилы напоили всех рейнджеров здесь говорит рейнджеры были счастливы такие веселые люди сразу стали и угорает сам русские напоили рейнджеров представляете там концерт команды айланд один из этих потом мы туда пойдем а вот у нас варанчик спит смотрите я не спит глаза открыты не то что они бегать умеют я это знал он говорит они бегают до 20 километров в час марусь спрашивает у тебя было такое что тебе пришло и приходилось убегать он говорит он бегает по прямой варанчик двадцатку может голубом но зигзагом надо убегать и все туда-сюда игре что у него дважды было ему приходилось с такими как мы с туристами залазить на дерево и там сидит горит иногда палка не помогает офигеть дважды на дерево сваливал с туристом от этого варана который на них бежал хотел это горит наш специальный гид так он рогатулька уже при приготовилась лечо какой он красавец видите просто настоящий дракон какой язычок то на меня раз разъявил свой смотри марусь он это как как змея у него этот якоб сына орган как он называется вот он видит языком куда-то пошел сейчас когда-то лопом важный такой ходит и здесь он говорит они все тусят в надежды что рейнджеры им еду дадут рейнджеры не дают говорит иди сам на бычка охоте а он оба тоже большой лежит давай ложись под деревцем вот тебе жаркое чувствую бегай ящерица до насколько я в казахстане переливаю вон маленький варанчик вишь совсем маленький маленький варанчик вот тут большой учувила лентика ахия одия а 2 years here one and another one кто тартир да марусь давай заведем такого с мая этого года вылупился вот только я видел вот один олень вот 2 с рогами вот а вот 3 вон он какой клевый маленький братан при уэй тебя еще не съели беги отсюда по-хорошему такие эти ящерицы лазают такая вот экскурсия была которая стоила как я уже говорил 40 45 долларов с человека отлично теперь идем на другой остров но до этого у нас сейчас еда быча посмотрим че нас будет кормить я видел там баклажанчики помидоры огурцы нарезанные а я с собой бомж пакет купил бомж стакан чтобы точно с голоду не сдох потому что хрен их знает так ночью у нас изменения короче мы сейчас идем два с половиной часа отсюда на пин бич так как из-за времени не успеваем у нас на выбор комода остров или подар и маруся говорит что комода мы уже видели и у него подар просто это масса поездки это просто самый главный кайлайд на кому-то не пойдем пойдем на другой остров вот на подарок мы вышли под индонезийским флагом нас на повеске тофу я короче ничего не ем вот маруся всего понемногу набрала там только еды блин на целую роту а нам на двоих я вот рисок себе с соусом да им больше достанется и лапшичку я себе заварил самое то так что приятненько нам на дан ребятки рост обалдеть даже это это не хрена не немецкая вот ехать и наяви сделано с 1948 года ребята это он это лагерь да будем же мы здоровы я уже поел маруся еще кушает прям здесь на палубе и идти нам еще два часа двадцать минут и будем купаться и снорки и спать вообще здесь сверху останусь вот хоть солнце нет вот она видите через облака но маруся спина сгорела посмотрите на ее спинку боже мой маша ты вся красная боя ей номер два такой еще тоже не пробовал сначала прост теперь вот синга раджа ли синга рая я не знаю синга это лев это мы уже проходили а раджа раджа можете пока король то есть тот кто главный хрен его знает ну король лев судя по всему я попробуем короля льва пирс он и в африке пирс нормально 1948 года вот он пляж куда мы шли пинг бич два часа мы шли ровно два часа как он сказал вообще обалденная тема так что мы сейчас садимся на маленькую лодку едем на тот пляж там купаемся сноркли я беру свою маску ништяк учебу садились вот комода айланд ребятки пинг бич мы на нем проведем время но нам сказали ну сколько хотите потому что вот наш корабль припарковался мы здесь ночевать будем а вон комода бич вон он но мы кому давилась да то есть мы на комода острове но варанов мы не пойдем смотреть так вы уже видели выбрали другой остров так что все зашибись так называемый пинг бич пинг как моя футболочка розовый пляж сейчас он говорит вы не видите но когда там будете вы все поймете сами и мы здесь ночевать будем вот прям там на якоре где наша лодка стоит идеально так что мы можем робин зоне здесь хоть до ночи хоть до утра вот эта прозрачная вода есть а там как река маша я здесь буду купаться вообще кайф какая мне пофиг какая она холодная теплая сейчас стоит то есть отлив блин от был подводный гопро за о маша вон пугай вы птички смотри какие вот здесь их там разные разные вау мини фишес о штерн обе нтан каниси бинтан облюбим блю бинтан звезда с так называемый розовый пляж вот он розовый теперь я вижу почему розовый ну вот моей маме удалось его увидеть тоже в калифорнии у нас опять же видите как будто из дома не уезжал такой у нас тоже есть здорово сейчас мы там вот по дерево забуримся трубка маска и пошел серёжа вот это самое лучшее место для сноркля он сказал здесь лайкру надо было взять да а то мы сгорим здесь маруся ты сгорела ты спереди желтая как китаец а сзади красная как индеец марусь боже мой так короче нам даже в горы можно уходить куда угодно он говорит время есть ребятишки веселитесь 77 это комода кто это такой сейчас я свой напишу сергейка 84 миру наших ног так сейчас я пару фоточек маруси сделаю он говорит здесь такие рыбки давайте посмотрим вообще какая вода тепленькая да не нормально просто вот он говорит самые лучшие рыбки здесь просто огонь ну что сейчас делаю фоточки вот он розовый пляж и и пойду показывать вам морскую флору и фауну как вам мое творчество зашибись мне тоже нравится маска трубки ласты но сейчас маруся будет миллион лет привыкать а я сразу воду а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Какая красота! Субтитры подогнал «Симон» 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 мертвых кораллов. Жесть. Я тебя вижу, хлипочек машет мне, Сережа говорит. Кстати, эхо такое, офигенно все слышно. Вот видите, вот они сейчас, красненькие. Вон сколько их. Вот поэтому он розовый пляж, он действительно розовый, вот из-за вот этой вот штучки. Сейчас я Марусе покажу, выкину и обратно в море. Я вижу, какая красота. Сейчас подожди, Маруся, это все сфотографирую еще. Да ведь будем, да. О, наш корабль? Это не наш. Не наш, вон он стоит. Так, ну что, мы собираемся. Маруся пришла. Так, ну что, погнали. Давай, капитан, рули у нас до лодки. Вот. Рута с Индонезия. Смотри, Маруся, у них прям ресторан там внутри. Но это не на одну семью. Не, нет. А, это группа, которая была, их человек 7-8. Здорово. А это в жилу, говорят, 3-4-5 дней. А-а-а. 3-4-5 дней. Ну, он хорош кара. А, хотя нет, смотри, их семья 4 человека. Мама, папа, сын, дочь. Я могла в сынах со временем такую поездку. А, не, не хочу я. Что бы мы вот делали, да. Или просто поеду отдали им еще. Русик говорит, можно было такую лодку на 3 дня взять. А сколько такая лодка на 3 дня стоит? Нож. Три косаря? Ну, нет, у нас на 2 дня от 700. А для тебя как-то парты что-то. 3 дня, да, они около полутора. 5 дней они около двух с половиной, что-то такое. То есть там, там, это, оптом берешь, дешевле получается. Ой, какой офигенчик принять душ. Хотя и маленькая струечка. Все ништяк. Кстати, я в каюте нашел, у нас есть лампочка, у нас есть кондер с пультом. Все можно включать. У нас есть 3 розетки, то есть тройничок. И когда они запускают генератор, включается лампочка. Вот сейчас мылся в душе, они запустили его, чтобы я там в потемках не сидел. Ну, какой кайф. Ой, красота. Вот чем нас тут кормят. Это просто вот это овощи. Капуста, морковка. Это просто вот это вот, это нечто. Рыбка. Под соусом сегодня днем курица. Под таким соусом было соус такой, я отвечаю. Это просто один из лучших соусов. Тут тофу. Вот это нудли, которые я для себя открыл. Я просто обалдеваю от них. Это просто очень вкусно. Вот это, это машина тарелка. Там всего понемногу. И арбуз, соответственно, смотрите. Тоже морозь одной. И целое ведро риса. Ну, и, соответственно, как мы уже выяснили, бинтанк у нас означает звездочка. Это мной купленное. Приятненького нам. Ну, так вот, ребятки, что я хотел рассказать-то. Вечер удался, вообще день удался. Мы сейчас только позавтракали. Как Маруся сказала, никогда бы не подумала, что будем сидеть и философствовать на тему религии с местным индонезийцем. Так вот, что нового я узнал. Вон, видите, светится. Не видите, но оно светится. Оно. Побережье. Он. Город. Она. Деревня. Это Камода Биллэдж. Но не суть. Там живут в Мусульмане. А что мы узнали нового? То, что на острове Флорес 90% людей католики. Я такой, а точно, голландцы же туда пришли. Нет, голландцы пришли на Яву, как мне сейчас сказали. А сюда пришли португальцы. Вот это да. Вот это новости. Сейчас просто так поболтали. Вообще круто было. И еще, что я узнал. Я слышал такую историю. Почему? Ну, Камода Барана, они все равно убивают людей. Время от времени куснет. Если до больницы не успели. Вот как с туристами я сегодня рассказывал. Бывает такое, что если куснул, но они его не убьют. Знаете, такая тема есть. Если завелся лев или тигр, людоезд, если он попробовал один раз, горбатого могилы исправит. Этого зверя реально надо убить. Ну, так, по крайней мере, практикуют. Потому что, попробовав человеческую плоть, животное понимает, что нахрена мне бегать за оленем, когда я могу человека убить гораздо быстрее, легче и то же самое мяско. Так вот, Камодов не убивают, потому что я такую историю слышал. Они считают, что если человек умирает, там переселяется душа в Камода, и они думают, что это их предки. Так вот, мне сейчас такую историю рассказали. Я охренел. Получается, у одной семьи было два ребенка. А он мне рассказывает, говорит, веришь? Нет, но мы в это верим. У одной семьи было два ребенка. Один был человек, а другой был похож на дракона. Ну, и мать начала любить человека больше. А про дракона как-то, ну, ему мало любви было, мало внимания. Но он реально похож был на ящерицу. Вот. И потом он говорит, да ну вас нафиг. Плюнул и убежал в лес. Вот. И что вышло? Тот, который убежал, там, родил, расплодился. Я не знаю, где он там себе напарницу взял, такую дракониху. Ну, в любом случае, вот. Драконы, это те же люди. Просто пошли по другому пути развития. Из-за того, что мать одного любила больше, чем другого. Мораль. Мамы, любите своих детей одинаково. Вот. А на этой нотке я попрощаюсь с вами. Целую всех в пузико. Лайки ставьте, комментируйте. Подписывайтесь на, хотел сказать, наш канал, на мой канал. И увидимся в следующих выпусках. Будет все интереснее и интереснее, обещаю. Субтитры сделал DimaTorzok